Цум уже украсили до нового года. Привет всем, друзья! На улице уже похолодало. Слады заходили, только что покупали мне шапку. Купили в Adidas. И она, конечно, и комфортная, удобная, и всё такое. Я, кстати, на самом деле уже давно не смотрел на цены. И стоимость вот этой его шапки, которая на мне, 900 гривен. Adidas, вы чё, блин, офигели уже или что? Я там понимаю, за штаны какие-то 1000 гривен. Кофта какая-то, хотя в Adidas там дешевле 3000, ничего уже и нет. Ну, блядь, шапка 1000 гривен. Просто ладно, для меня ещё это окей. Но я просто вспомню себя же там года 4 назад, когда я работал в Полтаве. У тебя там, условно говоря, зарплата 10 000 гривен, из которых там 1006 платишь за квартиру. А остальное это на маршрутку там и на какие-то продукты. А цены, кстати говоря, на Adidas везде одинаковые. Как и в регионах, так и в столице. И вот и как купить зарплату в 10 000 гривен шапку за 1000 гривен. Это какой-то, конечно, маразм. Вы, кстати, посмотрите теперь, как я полностью выгляжу, как гопник какой-то. Раньше постоянно ходил в каких-то зауженных джинсах, кедах, в каких-то длинных прилегающих куртках. А сейчас у меня здоровая куртка, широкие штаны, кроссовки и спортивная шапка. Тебе не стыдно так со мной ходить? Почему нет? Ну, не знаю, парень как гопарь. Подобрал, что синий-белый, идёшь нормально. Многим так не понравилось моё прошлое видео про перекрут яиц, а я на самом деле помогаю людям. От всяких недалёких людей было много комментариев по поводу того, что всё то, что я рассказываю, этого не существует. Я рассказываю в полный бред. Такого с чуваками не бывает. Но даже под моим видосом там человек 5 или 6 отписалось по поводу того, что у них было такое. Происходил перекрут яиц. Его вовремя диагностировали, там яйца в итоге спасали. И, кстати, прямо на следующий день после выхода моего видоса мне написал один подписчик, который рассказал мне, что у него 2 недели болело яйцо. Он ничего не рассказывал родителям. Но после просмотра моего видоса рассказал всё бате, они поехали в больницу, проверились. И оказалось, что у этого подписчика, блядь, был перекрут яйца. И врач сказал, что если бы ещё один день, то его бы уже не удалось спасти. Так что вот так я помогаю людям. Не зря видео выпустят. А вы говорите, что плохие видосы снимают. Ты так кричишь, и за себя глядываются. Кричишь на всю улицу. Про яйца опять. Только в прошлый раз я ходил по парку и рассказывал, там было пару человек. А сейчас покричать и поедём. Да просто плохо слышно, шум автомобилей. А ещё у меня обмерзает морда, и мне трудно разговаривать. Я как-то губами нормально не могу шевелить. Не привык я ещё к этим похолоданиям. Конечно, как-то резко оно всё похолодало. Тут, походу, тоже орудует банда этих малолеток, которые звонят в эвакуаторы. Посмотрите, одну тачку забрали. И вот сразу же вторую. Тоже грузит. Вот не повезло кому-то. После работы сюрприз будет ждать. Приходишь, а твоей тачки нет. Звонишь в ментовку, заявляешь об угоне, а оказывается, что её на штрафстоянку забрали. Или я не знаю, как там происходит. Оповещают, наверное, как. Там же по номеру автомобиля должен быть закреплён номер телефона водителя. Должны, наверное, как-то уведомить. Друзья, тем временем моя инвестиция в компанию Avalon Ltd уже практически отработала. Итак, как вы видите, 6 ноября я создавал инвестицию на 100 тысяч рублей. Сейчас уже произведено 10 из 14 начислений. А это значит, что уже буквально через 4 дня моя инвестиция полностью отработает. И мы сможем вывести заработанные средства. Тем временем компания только развивается. И количество инвесторов уже достигло 250 тысяч. На сайте также есть калькулятор доходности, с помощью которого каждый из вас может рассчитать свою возможную прибыль. Для инвестирования доступно 4 тарифа на сутки, неделю, 2 недели или месяц. А начать зарабатывать можно всего лишь от 100 рублей. Для вывода доступны все самые распространённые платёжные системы. Киви, банковские карты, Яндекс.Деньги и другие. Я начал работать с компанией Avalon ещё с июня. И за это время я уже успел сделать 15 депозитов. Для тех, кто заинтересовался проектом, ссылка будет в описании. Глинтвейн пить будем. Будем греться. Кстати, в этом заведении есть такой прикольный бутерброд. Как-то он называется скандинавский. Короче, с селёдкой. Хлеб обычно есть селёдка. И лук ещё там тут. Тут бутерброд с селёдкой есть будешь? Нет. А у меня ещё и хот-дог. Приятное заведение. И Глинтвейн вкусный на самом деле. Только туалет у них не работает. Вот это единственное, что расстроило. Очень прикольное заведение. Она, кстати, возле моего универа ещё есть. Так у них там, по-моему, по всему городу эти цветочные мафии, или как оно там называется. О, смотри, это детская площадка, на которой мы где-то год назад с тобой здесь оттасовались и сидр пили, да? А, помню, из бутылочки. Ага. Время идёт, а ничего не меняется. Там как в прошлом году сидели какие-то алкаши под колбаску, водку гасили, так и сейчас. Точно так же. И где им ещё сидеть? Ну, правильно, на спортивных площадках. Что такое? Ещё чуть-чуть. Счастливайся с этими с листочками. Да-да, закамуфлировала какая-то собака свою мину, конечно. Надо было оставить табличку, осторожно, заминировано. Это не ты там мины пооставлял? Ты или не ты? Ты тебе жалко, что ты преступлений. Походу он. Я не знаю, что мы с такой погодой с тобой будем делать, потому что без Глинтвейна, наверное, на улицу и не выходить. Так холодно, это капец какой-то. И как-то, знаешь, раньше все прошлые годы, но у меня такого не было, типа, резкого какого-то перехода от тепла к холоду. Не было вот этого ощущения, что мне пипец как холодно. Да, мне кажется, было, ты просто забыла. Мы не хотели даже в том году выходить на улицу, мы просто сидели дома. Так вот, у меня где-то как раз года 3 или 4 вот такая фигня, что я не могу никак привыкнуть к зиме. Потому что ты в детстве там в 8 утра выходишь с клеенкой на горку и где-то к 10 вечера возвращаешься домой, целый день не ел, талого снега пожрал и нормально себя чувствуешь и не болел. Если нет ветра, то это не так ощущается. Ты одет в зимнюю куртку какую-то. Такая тепло одет, хорошо. Ну, не знаю. И ты вроде бы. Ну, кроме штанов, конечно, у тебя эти колготки такие. Колготки? Так, а что это? Штаны. Хотя ты знаешь, может быть, нами не кажется, климат-то меняется. Хотя он меняется, по-моему, наоборот, в более теплую сторону. Раньше и зимы попрохладнее были, чем сейчас. Ну, короче, непонятно. У меня вот такое вот ощущение, что с каждым годом все более и более непривычно ощущать какой-то холод. Хотела съесть апельсин, и не могу вот это открыть. Я не знаю, что делать. Там оно ж грязное, что ты делаешь. Я ж пиваю от этого все равно. Я не знаю. О, получилось. Давай сейчас на меня нам всю курточку. На тебя на белую. Обратно. Я не могу. Я сейчас пальчик. Так уже чуть-чуть. Ну, давай я тебя открою. Ну, открывай. Я же апельсинку, а я твоих людей не допью. Пивниц. Давай. Ням-ням-ням-ням. Я обожаю апельсины и лимоны. Особенно с Глинтвейна, когда они вином пропитаны, да? Ну, они пропитаны просто... Корицу. А, ну да, специи там еще. Посмотрите. Итак, мы снова вернулись к ЦУМу. Владе надо где-то купить огромную картошку для того, чтобы дома ее запечь. Как знаете, у нас есть печена-картопля, типа, с этими салатом, там, крабовым каким-то, еще что-то. Да, я обожаю картошку с сыром. Только я не знаю, где найти именно большую картошку. Я вспомнил то, что в ЦУМе на последнем этаже есть продуктовый магазин. Ну, как продуктовый, это его трудно назвать продуктовым, VIP-продуктовый. Мне кажется, что там должна быть вот эта огромная картошка. Сейчас поедем, посмотрим. В ЦУМе прикольная атмосфера. Ларид снова играет. Везде уже всякими елочками и игрушечками поукрашали. Как это на этом троне никто не сидит и не фотографируется? Скриншот сделаешь. Сфоткала? Да, я на видео снимала. Короче, вот тут где-то. А, вот здесь, по-моему, должно быть. Или здесь только фрукты. Здравствуйте. Я так и знала, что меня приведет, что тут не будет. Потому что я не видела. Тут недостаточно места для того, чтобы сделать супермаркет. Оказалось, что здесь только фрукты, овощей нет. Вот тут последний этаж переделали. Милкбар сделали возле кинотеатра. Ну, хоть тут не такие очереди, как на этом, на Дворце спорта. Идем глянем, что за фильмы есть. Фильмы оказалось одни и те же. Из-за карантина они не обновляются. И, мало того, еще начинают крутить какие-то старые части Гарри Поттера. Или там всякие эти пираты Карибского моря и так дальше. Плохо, конечно. Так, друзья, мы уже дома. И к нам только что приехал курьер. И привез ко мне посылочку, которую я уже очень-очень долго ждал. Сейчас вам покажу, что там внутри. Самая первая и самая главная коробочка, это вот это. Как вы думаете, что здесь внутри? Ну, хотя здесь и так написано. Видеолайт это профессиональный видеосвет. Если кого-то интересует модель, то называется она Godox SL60V. Выглядит эта штукензия примерно вот так. А светит она вот этим вот здоровенным LED-диодом. Сейчас попробую собрать софтбокс, подцепить все на штатив. И показать вам, как это выглядит полноценно уже в собранном виде. Итак, собрала я уже наконец-то весь софтбокс. Это было тяжело. Вот так вот примерно выглядит вся эта конструкция. Штатив, сам светильник, огромезный софтбокс, который рассеивает пучок света. И делает его более мягким. Ты вообще столько всего накупил, что ты на него снимать будешь. Домашнее видео. Ну, в нормальном смысле, в хорошем. Короче говоря, я готовлю новый проект, о котором вы вряд ли узнаете. Потому что если он выйдет, то я буду его, скорее всего, выпускать на новом канале. Ну, кому надо, те найдут, но особо больших каких-то анонсов ей делать вряд ли буду. В общем, неважно. Я готовлю домашний проект, но его вы вряд ли увидите. Ну, в хорошем смысле. Ну, просто видео, которые будут сниматься дома статично со штатива. Я имею в виду не влоги, как у меня обычно. Ходишь по улице с камерой и рассказываешь. А видео, где ты сидишь там, например, и что-то рассказываешь перед камерой. Статичный контент, если это можно так называть. Вот, наконец-то, теперь у меня уже есть прямо все, что я хотел. Осталось только докупить какую-то неоновую подсветку или какие-то LED-панели, которые светили бы там красными синим потоком. Но это уже такое, типа, это по мелочи. Я на днях найду и докуплю. Давай врубим? Давай. Так, это минимальная яркость. Она у меня прям заслепила. Ну, тут камера автоматически выравнивает экспозицию, поэтому вряд ли вы заметите разницу, насколько сильно светло стало. А ну, выруби свет. Вот Влада выключила полностью свет в комнате. И стало вилтеть. Да. Зачем вообще нужен профессиональный видеосвет? Во-первых, для того, чтобы иметь возможность выставить его с того ракурса, который тебе надо. То есть, например, под углом, сверху или прямо направленный только на лицо, а задний фон остается в темноте. Это первое. А второе, это то, что у профессионального видеосвета высокий показатель CRI. Простыми словами, он светит именно с такой цветовой температурой, чтобы оттенок кожи и оттенок цветов там на одежде или на каких-то других вещах был естественный. Чтобы у меня там кожа не синела или наоборот не была слишком желтая, а была натурального естественного цвета. Вот. Вот видите, в квартире полностью потушен свет. Не горит ни одна лампочка, но при этом меня достаточно хорошо видно. Но я надеюсь, что достаточно хорошо. Сейчас поставлю на штатив свою большую дорогую камеру, там выставлю ручные настройки и уже по картинке с той камеры можно будет все увидеть. В общем, просто для теста вам покажу, что примерно вот так бы выглядела картинка на мою камеру без дополнительного освещения. То есть в комнате здесь работают только лампочки, которые в принципе расположены не там, где бы мне хотелось. Еще несколько лампочек вот там вот работают на кухне. У всех этих лампочек разная цветовая температура, поэтому оттенки на моей одежде, оттенки моей кожи, они все разные. Там более теплый свет светит, здесь более холодный. При этом на лицо свет практически не попадает, поэтому картинка даже несмотря на такую дорогую камеру выглядит не особо. А все как раз таки из-за того, что кино это не только дорогая камера и объективы, еще очень важен свет. Ну вот так, по-моему, уже картинка намного приятнее. А если еще накинуть и каше, то вообще кино какое-то получается. Правда говоря, если бы у меня еще были какие-то неоновые вывески, синие и красные светильники, то выглядело бы все еще намного круче. Если кому-то интересно, то видеосвет, который сейчас стоит прямо за моей камерой, я купил в интернет-магазине в точку.ua, там еще много всяких интересных предложений. Особенно если вы занимаетесь фото или видео, или же вы видеоблогер, как я, то я думаю, вам будет полезно. Поэтому загляните, ссылка будет в описании. Ну а на этом я буду уже заканчивать этот видос. Мне предстоит еще кучу времени со всем этим разбираться. На самом деле тот результат, который вы видите, он не окончателен. Это просто то, что получилось настроить буквально за 5 минут. В дальнейшем, я думаю, все будет выглядеть еще намного лучше. Ну все, всем пока!